Анадырь сегодня отмечает день рождения. Столица Чукотки исполнилась 132 года. Из-за эпид-обстановки власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий. Но при этом в главном музее округа сейчас можно познакомиться с историей города. Анадырь празднует свое 132-летие. Дата не круглая, но для жителей самого восточного города России важная. Историю Анадыря условно можно разделить на три части – царская, советская и новейшая. Каждый из этих периодов оставил свой след в городе. От дореволюционной России сохранилась топономика и единственный склад компании Стенсона. В советский период был построен сам город в привычном нам виде. Открылись морские ворота, морпорт, построен теплоэнергоцентр, социальные и инфраструктурные объекты. За последние 30 лет город рос. Ремонтировались дороги, появился газ. Активно развивается частный бизнес. Нам есть чем гордиться. И в первую очередь мы гордимся теми людьми, которые здесь живут и работают. В этом году у нас много что меняется. Большой объем работ производится и по благоустройству, по строительству дорог. И рассчитываю, что наш город будет еще более удобным, красивым, красочным. Первым дням Анадыря, тогда еще Новом Риинска, посвящена открывшаяся в музейном центре наследие Чукотки выставка. В лаконичных фотографиях позапрошлого века рассказывается история появления центра Анадырской округи поста Новом Риинск. На фотографиях первые дни Анадыря экипаж клипера-разбойник, строители, казаки. Каждый из них внес свою лепту в появление нового города в стратегически важном для России месте. Вообще нашему городу несказанно повезло, потому что у нас есть не только документы по освоению поста Новом Риинска, но и уникальные фотографии, которые были сделаны Александром Александровичем Бунге в 1889 году, который пришел сюда на клипере-разбойнике. В этом году в Анадыре не будет большого уличного праздника, концерта и гуляний. Дождь, ветер и холодная погода даже не позволили школьникам прийти в музей, чтобы познакомиться с выставкой. Кроме того, широкомасштабные торжества невозможны из-за коронавирусных ограничений. Однако, несмотря ни на что, для города и горожан это общий день рождения. Уважаемые анадырцы, хочу всех поздравить со 132-й годовщиной нашего любимого города. Мы все здесь живем, работаем, рожаем и растим детей, любим свой город, гордимся им. И нам действительно есть чем гордиться. Мы живем в таком месте, где начинается день. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.